Я на своей спортивной площадке Последние теплые деньки осени использую Но традиционно здесь же и делаю видеосъемку Может быть кому-то покажется, что утверждение, что профессии Родину защищать не существует В Российской Федерации слишком смелым Я считаю, что как раз в самый раз Защищать Родину каждый достойный человек обязан И Родина у нас есть, называется Россия А Российской Федерации нам не Родина Российская Федерация это название оккупационного режима Поэтому служение этому режиму, служба на самом деле, наемничество По-другому не бывает, это наемники Наемники, которые надели погоны непонятно какой формы Ну так скажем, с элементами русской традиции Но форма это же посмешище То есть сама форма выявляет оккупационный режим То есть такие формы у этой формы Ну они разве что у каких-нибудь латиноамериканских диктаторов И вся эта парадная помпезность без реальной боевой силы, боевого духа Это как раз тоже признак таких гниющих режимов Сгнивших изнутри Это никакая не народная армия И как в советский период писали Народ и армия едины Может быть в тот период ощущение такое было Единство Может быть реального его не было Когда афганская война случилась Оказалось, что да нет какое там единство Во-первых и война, не пойми за что и ради чего А во-вторых, какое единство То есть с одной стороны официоз А с другой стороны полное равнодушие Подавляющее большинство граждан СССР К тому, что в Афганистане гибнут наши солдаты И непонятно для чего Какую цель, ребята, вы преследовали Остановить американский империализм Ну что, остановили Да, у нас отмечают Вывод войск из Афганистана Чуть не каждый год отмечают И годовщины всякие Как будто была какая-то победа Было Военно-стратегическое поражение Военно-политическое поражение И вывод войск Который закончился тем Что наши союзники в Афганистане Были перебиты А на Джабула Глава этого режима Который мы поддерживали Продержавшись еще некоторое время Был повешен Талибами Которые захватили Все те территории Которые прежде контролировались Советскими войсками И тогда единство было сомнительное И я сам, пройдя военные лагеря Военную подготовку И поработав пять лет На военном полигоне Я прекрасно понимаю В каком глубочайшем кризисе Находилась армия тогда Ну, собственно, я из военной семьи Поэтому прекрасно понимаю Различия между теми Кто служил В 50-е, 60-е, 70-е И теми, кто служил потом И в каком состоянии Находилась армия В 80-е годы Я уже видел Глазами Зрелого взрослого человека А сейчас Да нет никакой армии Эта армия Нет, это потешные полки У нас деградация Произошла к потешным полкам Какое отношение Народ имеет К этим вооруженным Формированием Абсолютно никакого Связь с народом Осуществляется Рядом способов Служба Действительная служба По призыву Она абсолютно Бессмысленна сейчас Никакой военной профессии Призывник за год Не получает Ничего не осваивает И если раньше Учили хотя бы Стрелять из автомата Калашникова И в подготовку Подтягивали сейчас И этого нет Абсолютно Бессмысленная служба Второе направление Которое у нас Отсутствует Это Причастность К национальной гвардии То есть это Горячий резерв Когда Человек Который Живет уже Гражданской жизнью Знает свое место В строю И по сигналу Приходит И занимает Это место Он знает Кто его командир Он знает Куда собираться Он имеет Военную профессию И соответственно Этой профессии Он и пребывает На место сбора У нас Такой системы Нет У нас Вместо этого Переименованные В Росгвардию Внутренние войска То есть Прямые оккупанты Вот все Кто служит В Росгвардии Так называемые Вы должны знать Что вы По статусу Служите В оккупационных войсках То есть Вы Грязные полицаи Вот так И запомните Кто увидит Вы Грязные полицаи А Не нравится вам Это Вы злитесь Вы будете Злиться На меня Злитесь На свою Злосчастную Судьбу И на то Что вы Ее выбрали Хотите Родине Служить Там Где вы Находитесь Родине Не служит Третье направление Это Гражданская Оборона У нас Ее нет Она Исчезла Полностью Потому что Все ресурсы Которые были В гражданской Обороне Были Приватизированы Все Бомбоубежища Стали складами Те Объекты Которые Раньше Использовались Там еще Было Добровольное Общество Содействия Армии Флоту В советский Период Эти ресурсы Тоже Приватизированы Все Разграблено От гражданской Обороны Не осталось Ничего Поэтому А к какой Войне Готовятся Вот эти Генералы К войне Где мирное Население Будет не жалко То есть Оно не имеет Никаких Средств Защиты Нулевые Возможности Спасти Свою Жизнь В случае Глобальной Войны Но даже И локальной Войны Вот в том Локусе Где будет Происходить Война Спасти Свою Жизнь Практически Невозможно Кроме Как бежать Сломя голову Неизвестно Куда Ничего Нет Вообще Нет То есть Этот режим Путинский Режим Никакой Войне Никогда Не готовился У него Есть Потешные Полки И Оккупационные Подразделения А вот В Сирии Кто-то Воюет С высоты Птичьего Полета Бомбить В том числе Мирные Кварталы Ну почему же Нет Это Вот почему Там Нас Как в Афганистане Ненависть К нам Была Потому что Советский Солдат От русского Очень сильно Отличается Отличался Был такой Советский Солдат В нем Еще было Какое-то Добродушие И какой-то Элемент Русскости Еще сохранялся Но были И грабежи И зверства И убийства Все что угодно То же самое Проявилось В Чечне Какие-то элементы Русскости Еще сохранялись Это была Действительно Наша война Как к ней Отнесся народ Как к ней Отнеслась Политическая элита Удар Постоянные Удары В спину Армии И какой Финал У этой войны Сдача Полная Сдача Всех результатов Военной Победы Которая была Достигнута Тяжелейшим Трудом Войной Можно сказать На всех направлениях В том числе И в тылу Против Предателей Которые Сидели В правительстве Ельцина И в правительстве Путина Как сидели Так и сидят Предатели везде Один На другом сидит И третьим Погоняет Просто Путин Отдал Эту Военную Победу Кадырову Одному Из главарей Бандитов Убийце И Моральному Подонку Поэтому О чем Может быть Ити речь Политический Режим Долг Службы Перед Отечеством Никаким Образом Российской Федерации Не совмещаются И не могут Быть Совмещены До тех пор Пока Этот режим Не будет Уничтожен И заменен Национальным режимом Действующим В национальных Интересах В том числе И в области Военного Строительства Внутренние войска Росгвардии Должны быть Полностью Распущены Те Кто возглавляет Их Осуждены И По приговору Суда Казнены Как преступники Остальным Там Кто Участвовал В особенных Безобразиях В том числе Убийстве Молодых Людей Просто потому Что же Не убить Если Спецоперация Просто Были Я просто Вспоминаю В памяти Такой острый Момент Когда Вы вот Сами себе Задайте вопрос Террористы Какие-то Какие-то Преступники А чего Их всех убивают И все время Показывают Что их убивают А потому Что задача Такая Ставится Уничтожить Не просто Стрельба На поражение Ну там Можно Попал в ногу Потом разобрались Откуда финансирование Откуда оружие Так зачем же Это расследовать Вот труп Вот отчет В виде трупа О проделанной Деятельности Такая работа Работа у Росгвардии Раньше ОМОН этим занимался Или там Какие-то Спецподразделения Другой И как-то Вот Банформирование Обложили Со всех сторон Ну Нет У нас нет оружия Чтобы взять Живьем И выяснить Откуда Все это Произрастает Откуда Бандитизм Нет Убивают Чтобы концы В воду Потому что Все переплетено И завязано Вот по цепочке До самого верха Можно дойти Поэтому Надо как можно Раньше Обрубить Эту цепочку И именно Эта задача Ставится Они так и делают Кто-то вот Прокололся Ну давай Значит их надо Уничтожать А нелетальное оружие Его изобретать Не надо Оно уже давно Везде используется Шумовые Там Световые Гранаты Там Паралитические Газы Которые Несмертельные Ну все Что угодно В конце концов Голодом Можно выморить Путинский Режим Абсолютно Недееспособен В военном отношении Абсолютно Недееспособен Все эти потешные Мультфильмы Которые показывают Вместо реально Существующей Военной техники Эти соревнования Типа танкового Биатлона Где Специально Подготовленные Как спортивные Машины Танки бегают Стреляют Там и так далее Это абсолютно Не имеет Ничего общего С военной Подготовкой Народ Который Должен быть Опорой Армии И только тогда Есть такая профессия Родину защищать Полностью Демобилизован В военном отношении Военной подготовки Не ведется И даже просто Воспитание Гражданина Мужчины Защитника Отечества И своей семьи Не ведется Нигде Подобного Воспитания Нет Отдельные Там Деятельность Энтузиастов Взять Пример Можно только Для того Чтобы Охмурить Людей Показать Вот у нас Смотрите Какие Бравые Кадеты Как они Маршируют Что из них Получается Потом Это отдельный Разговор Армии В Российской Федерации Нет Это не Армия Оккупантам Мы можем Пожелать То что Всегда Желают Оккупантам А этому Режиму Гибели Эта гибель Придет Только от наших Рук А чтобы Наши руки Действовали В правильном Направлении Нужно Просветить Свои мозги Русским Надо снова Стать русскими Снова Стать русскими Националистами Потому что В государственном Строительстве Русское Есть национальное Русский Национализм Единственная Идеология Которая Может Спасти Наше Отечество И вернуть Офицерству И солдатам Смысл Службы Слава Руси Господи Спаси Слава Руси Слава Руси Слава Руси Слава Руси